Современные технологии для диагностики и лечения юных пациентов. В Новочебоксарском медицинском центре установили новое оборудование. Осмотр отоларинголога у Дениса Ефремова неприятных ощущений не вызвал. К тому же было интересно заклинуть в самого себя. Мне больно, чекотно, и очень интересно. Максимально визуализовать, то есть показать маму, в каком состоянии находится лороган, и провести необходимую процедуру. То есть это промывание носовых ходов, промывание наружных слуховых проходов от ушной серы. В том числе мы можем здесь высушить наружный слуховой проход после проведения данной процедуры, чтобы наши детки не уходили с мокрыми ушами. Новое оборудование появилось и в кабинете у офтальмолога. Автоматический рефрактометр измеряет и диагностирует зрение маленьких пациентов. Раньше мы ездили в Чебоксары, в МНТК или на Ашмарина. И дорога длительная, он нас очень плохо переносит, транспорт. И мы вот с трудом всегда обследовали наше зрение. Теперь ездить в Чебоксары нет необходимости. Новочебоксарский центр оборудовали по последнему слову медицинской техники, компьютерный комплекс для обследования мозга, УЗИ-аппарат экспертного класса, цифровое рентгеноборудование. Можно делать снимки стоя, можно делать снимки лежа. В год на новом аппарате планируется проводить до 7 тысяч исследований. Все это стало возможным благодаря федеральной целевой программе развития детских поликлиник. Более 35 миллионов направили на закупку оборудования. Те технологии компьютерные, которые есть, они увеличат пропускную способность, скорость диагностики, ну и, я думаю, комфорт пребывания наших детей в поликлинике. К тому же обновилось и внутреннее убранство больницы. Капитальный ремонт коснулся всех этажей здания. На проведение капитального ремонта выделено более 31 миллиона рублей. В рамках этого финансирования было отремонтировано, ну, можно сказать, все практически. То есть была отремонтирована кровля, замены всех коммуникаций, общестроительная работа по ремонту помещений. Ремонт почти завершен. Запустить клинику в полном объеме планируют в начале апреля. Продолжение следует...